Знаешь, я все-таки решил, поступлю к вам. Только ты мне поможешь расходиться? Ладно, начнем с экскурсии. От деревенского парня до звезды универа. Историю жизни юноши, который стоит на перепутье, рассказали вам ГУ. На работу не взяли, кем хочет быть не знает, определиться помог ВУЗ. Роль главного героя сыграл третий курсник Михаил Паршин. КВНщику, барабанщику, сценаристу и ведущему с огромным опытом публичных выступлений перевоплотиться в непутевого было непросто, но публика помогла, признается студент. Именно сцена ОМГУ до безумия теплая, до безумия радушно тебя всегда принимает. И это единственная сцена, где за концерт можно и в КВН поиграть, и на барабанах сыграть, и главную роль отыграть, и в конце еще коду лирическую сделать. Я не претендовал на главную роль, честно говоря, у меня вообще такой цели, миссии, задачи не было. Но во время репетиций просто шло к тому, что я людям ставил интонации, объяснил, что и как говорить. Ну и пришли к тому, что все-таки отыгрывать буду я этот сценарий, потому что я его, наверное, просто чувствовал. Кристина Землянка по сценарию, помощница деревенского парня, участвует в студенческой весне во второй раз. В прошлом году представляла ОМГУ на региональном этапе в музыкальном направлении. Номинация «Народный вокал». В этом году репертуар зарубежный. В прошлом году я первый раз увидела, что такое студ весна, и это меня затянуло. Именно поэтому я решила попробовать свои силы. Я пробовала себя еще в прошлом году, но не сложилось. Зато в этом году все получилось, и я вошла на сцену ОМГУ. Я вышла именно с этой песни, потому что она нетипична для моего репертуара. Я обычно пою что-то лирическое и то, где можно показать силу голоса. В этой же песне, по факту, ничего сложного нет. И поэтому, чтобы зацепить зрителя, нужно было брать его отыгрышем. Зацепить зрителей студенты также пытались танцами, выступлением Театра теней, стихами и оригинальным жанром. Вообще фестиваль включает конкурс по семи направлениям. Кроме вышеперечисленных входят инструментальная, медиа и абсолютно новая для Преамурья и самая масштабная – концертные программы. Это полноценное шоу, в котором оценивают не только номера, но и сценарий, и режиссуру. Концертная программа, которая проходит на всероссийском уровне, это, конечно, шикарное такое действие. И нам бы очень хотелось, чтобы и то, что проходит на России, каким-то образом начало развиваться у нас. И поэтому мы решили замахнуться на такое масштабное направление, которое требует от участников больших усилий, больших трудозатрат, чтобы они развивались и свои концерты улучшали, делали их интересными, необычными. Свои концерты в рамках регионального фестиваля «Студенческая весна» представили также БГПУ и Дальгау. Самые лучшие номера из разных номинаций включат в гала-концерт. Он пройдет в областной филармонии 31 марта. Победители же представят регион на всероссийском этапе конкурса в Перми. Екатерина Борисова, Александра Матошина, Максим Яценко. Программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин